Всем привет садоводы и огородники моего канала и сегодня вам хочу показать как правильно посадить саженец черной смородины в открытый грунт весной. Можно сажать черную смородину как осенью, так и весной. Постарайтесь чтобы почки у вас были еще не распущены, ну как видите у меня уже появляются листочки, но ничего страшного, они еще небольшие. Я свою черную смородину купил с рук, прям при мне ее только что выкопали, но если вы купили черную смородину в саженец в магазине, то обязательно обрежьте концы у корней, так корни лучше примутся, а эти кончики все равно уже мертвые и засохшие, обязательно это сделаете. Этот сорт черной смородины называется гулливер. К существенным преимуществам сорта черной смородины гулливер следует отнести ее зимостойкость и засухостойкость, перенесение весенних заморозков без особых последствий для урожая. Также она устойчива к таким заболеваниям как антракноз, пунчнистая роса, ржавчина, пачковый клещ. Сорт ранее отличается своей скороспелости. Срок созревания ягод от периода цветения согласно отзывам садоводов составляет 55-70 дней. Ягоды очень крупные, собраны в кисть по 9-17 штук. Преимуществом этой смородины является ее универсальность, поскольку она подойдет и для употребления в свежем виде, а также для приготовления варенья, киселей и компотов. Особо цены ее полезные свойства. Она является рекордсменом по уровню содержания витамина С, а ее листья используют в процессе приготовления лечебных отваров и для консервирования. Что еще я могу сказать по этому сорту? Для благоприятного плодоношения ей нужно много солнца и высокий уровень влажности. Так что если вы встретите такой сорт черной смородины, то берите не думая. Еще одно, что хотелось мне добавить. Когда будете сажать смородину, обязательно ее заглубите на 5 сантиметров от корней. То есть ствол немножко на 5-4 сантиметра обязательно закопайте в землю. Ну давайте теперь приступим уже к посадке. Значит выкопал я яму 40 на 40 и глубиной где-то полтора штыка. Теперь сюда я добавляю перепревший навоз и добавляю немножко землю и сразу все перемешиваю. У меня здесь раньше стоял курятник, поэтому земля просто-напросто пропитана всеми возможными, как говорится, витаминами и минералами. Поэтому я никакие удобрения добавлять не буду. Но если у вас земля бедная, то обязательно добавьте какие-нибудь комплексные минеральные удобрения, которых очень много продается в садовых магазинах. Теперь примеряем сам саженец и начинаем прикапывать землей. Все в принципе делается легко и просто, но есть еще некоторые нюансы, которые вам хочу конечно же показать. Теперь я слегка присыплю корневую систему. Вот я присыпал корневую систему, теперь слегка вот так разровнял рукой и теперь выливаю сюда не много, не мало, целое 10 литровое ведро воды, чтобы у нас земля была сильно влажная. Теперь дам немножко ей впитаться. вода у меня практически впиталась, теперь я присыпаю все это землей, то есть мульчирую. Так влага лучше сохранится у нас, если особенно вы сажаете черную смородину на даче и сразу потом приехать на следующий или через день не сможете. И так влага дольше сохранится у вас. Еще добавлю немножко землю, не забываем на 5 сантиметров углубить сам ствол черной смородины и теперь обязательно я произведу обрезку черной смородины. Теперь необходимо обрезать черную смородину. Сильно коротко обрезать не надо, оставляем 7-9 почек. Вот здесь они расположены близко друг к другу, поэтому ветка будет короткая. А там вот на следующий расположены друг от друга далеко. Я там оставляю 9 почек. Этого будет достаточно. Сильно коротко не обрезайте. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.